Всем привет! Мы снимаем в Киеве на Русановке. Введен карантин, закрыты школы и детские садики, в ней работают спортивные секции и художественные кружки. Но весна наступает, день ясный и солнечный, погода очень хорошая. Мы вышли прогуляться и заодно посмотреть, как ощущают и проводят карантин наши русановцы. Русановка-остров и красивых мест для прогулки, особенно вдоль воды, очень много на Русановке. У нас шикарная парковая зона. И вот мы наблюдаем, что чудесной весенней погодой и изменением и в рабочем, и в учебном графике воспользовались не только мы. А буквально совсем чуть-чуть в сторону воды от прямых парковых аллей и начинаются вот такие дивные уголки дикой природы. Это всегда любимые места спокойных семейных прогулок с детками, с домашними питомцами. А сейчас здесь особенно красиво. Большинство береговых кустов вот в таких красивых украшениях. Белые пушистые котики везде, яркие краски вокруг, молодая зеленая травка, голубое небо, голубая вода. Очень красиво. Белый песочек на пляже, чистый. Ну и нам очень нравятся вот эти весенние пушистики. Они есть уже совсем зелененькие, а есть еще белые. Вот, свежий воздух, тишина, городская суета далеко. Выглядывает вон там где-то на мосту метро. Очень хорошо прогуливаться вдоль воды, набираться сил, энергии, бодрости. Кто-то даже вот так серьезно занимается закаливанием. Водичка-то ледяная. Но, наверное, это мировоззрение и многолетние тренировки. Пожелаем здоровья, конечно, этому человеку. А мы направляемся назад в лесопосадочку. Достаточно много родителей с детьми здесь сегодня. Природа хорошо успокаивает от тех тревожных сообщений о мировом коронавирусе, теперь уже и украинском. И вот усиливать иммунитет и оздоравливать себя и деток, конечно, во время карантина, очень хорошо здесь. Наша такая дикая зона релакса, очень красивая, вполне ухоженная и при этом достаточно большая. Можно хорошо соблюдать условия карантина, не контактировать с большим количеством людей, а для деток раздолье и активный отдых. Ну и вернуться в цивилизацию можно очень быстро. Это и хорошо с одной стороны, а с другой не так уже хорошо, потому что большинство наших русановцев восприняло карантин как дополнительные каникулы или просто выходные дни. И собираются большими такими дружными группами на детских площадках, на площадках здоровья. Вот любимая наша русановская детская площадка. Корабль. Огромное скопление здесь и деток, и мамочек всех вместе. Мы думаем, что это все-таки не очень мудрое решение не ходить в детский садик и собираться всем вместе. Просто в другом месте, единственное, что на свежем воздухе. Но это только наше мнение. Гораздо лучше вот так вот на русановском аттракционе. Кормление уточек, он действует как обычно. Как обычно привлекает много деток. Но и берег очень длинный, и уточек очень много. На всех точно должно хватить. Поэтому можно вот так на хорошем расстоянии интересно развлекаться. Ну а мамы с колясками и компанией детей-школьников со скейтами, с велосипедами, конечно, все же выбирают ровные парковые дорожки. Сейчас на Русановке все спокойно. И для школьников, конечно, этот карантин это просто подарок. Три недели, ну почти каникул. Ну мы свою дозу оздоровления и хорошего настроения весеннего получили. Направляемся в сторону дома. И вот по центру Русановского бульвара опять большая детская площадка. Опять большое скопление деток на ней. Ну кому как нравится. Посмотрели мы и в сторону нашего продуктового магазина АТБ. Но там тоже, как обычно, все спокойно. Никакой продуктовой паники. А возле нашего дома спортивная площадка днем, вот мы уже до нее дошли, заполнена и занимает свободное время школьников. Ну и вот во второй половине дня ничего не поменялось на Русановке. Дети гуляют на детских площадках. Взрослые отдыхают рядом на скамеечках. А мы решили запечатлеть на память молодую листву, которая появилась на деревьях. И весеннюю красоту, которая есть практически в каждом дворе Русановки. Прекрасные весенние цветы-первоцветы. Русановка. Субтитры подогнал «Симон»